Одна из ошибок работы с кожей и по восстановлению кожи, когда люди работают с кожей, а не с организмом. И задача именно восстановить в организме на биохимическом, на молекулярном уровне, восстановить физиологию, и организм сам начнет делать кожу вам другую, сам начнет убирать лишнюю соединительную ткань, сам начнет кожу восстанавливать. И если это косметические дефекты, или убирать заболевания и восстанавливать опять же чистую кожу, если это заболевания, кожные болезни. И еще, когда начнем делать упражнения прямо с кожей, по устранению дефекта кожи, со шрамом работать, вот это упражнение, оно качество соединительной ткани меняет. А что такое соединительная ткань? Вот смотрите, например, если вы человек еще молодой, и у вас миопия, например, проляпс метрального клапана, например, вены у вас слабоватые, да, или звездочки сосудистые красные на ногах, или варикозно-расширенные венки, это все соединительная ткань. Или у вас, например, вот если локоть выпрямляете, у некоторых людей так немножко рука как бы переразгиб, или коленки, вот человек просто встает ровно, а у него коленка, ну не прям назад, но так, как бы, нога вот не ровно, а немножко дугой назад. Это слабость соединительной ткани. Такие признаки. Например, детишки есть, да, у него там миопия в глазках, проляпс метрального клапана, и еще дискинезия желчевыводящих путей. Ребенок диспластик. Это слабая соединительная ткань. И полностью по системе работаете, когда все-все-все, все шесть балансов укрепляете, у вас организм начинает делать соединительную ткань. Зубы, например, еще десна. Если у вас десна кровоточат, если у вас шейки зубов удлиняться начали, это же тоже про слабость соединительной ткани. И это все туда. Например, шрам либо у вас нет, либо он вам нравится, и он вам не мешает, и вы хотите его оставить. Но, когда вы делаете упражнение по устранению дефекта кожи, суть не в самом шраме, а суть вот эту лишнюю соединительную ткань убирать, а нужную, чтобы организм начал более качественно делать. Все эти крема с гиалуронкой, с коллагеном, все это питье коллагена, оно не так эффективно, как настроить организм, чтобы он сам делал. Заболевания почему? Уходят. У меня в моих группах были, и у коллег в группах были, жуткие просто экземы. Вот у меня в группе была девушка одна, ее родители привозили просто тотально. Вот корка, у нее не кожа, а вот корка. Мокнущая экзема, очень страшное вообще состояние, она инвалидности по коже. Я видела, как на глазах она стала мочь двигать мышцами лица, понимаете, вот мимическими, потому что у нее настолько больно все это было за счет именно внутренней перестройки, очень с кожей. В середине августа у нас с вами курс будет, там подробнее все-все-все про кожу. Первый день прям заболеваниям посвятим, второй день психосоматики кожи, третий день красоте, эстетики кожи, как ее поддерживать, все-все-все расскажу.